всем привет сегодня у меня на обзоре монитор игровой acer 27 дюймов модель виджи 270 ю пи би м ай ай пи x вот продается в такой коробке в комплекте комплекте инструкции все упаковано кабель дисплей порт два сетевых кабеля разных стандартов один подходящий для россии другой иностранный переходите по ссылке в описании в магазин player.ru где вы сможете купить этот монитор по отличной цене плюс еще там проводятся новые акции где вы сможете еще и сэкономить прочитайте условия акции тоже у меня есть ссылка и переходите посмотрите если вам понравится монитор отличный магазин где вы сможете купить за лучшую цену его итак рассмотрим монитор вот такой дизайн логотип нитро здесь надпись эйсер под пленкой блестящее так все сделано хорошо вентиляционные отверстия такой интересный дизайн здесь крепление веса 100 на 100 миллиметров здесь кнопки меню с джойстиком блок питания встроен в корпус длина кабеля при моих замерах получилось 140 сантиметров вот такой интересный дизайн подставки с таким синим отливом вот так выглядит подставка снизу здесь прорезиненные ножки здесь как всегда очень удобный завинчивающийся болт с ручкой не нужно никаких отверток подставка вставляется в монитор до характерного щелчка вот так сюда вставляете а если вы захотите вынуть то вот здесь внизу вот тут посередине расположена кнопка на которую надо нажать и только потом подставка вынимается иначе вы ее не сможете вынуть итак смотрим подключение 2 hdmi с поддержкой hdmi 2.0 дисплей порт здесь разъем для наушников опять же тут вентиляционные отверстия и с этой стороны слева сетевой кабель вставляется наклейка с номером модели сделано в Китае и еще в этом мониторе есть колонки давайте посмотрим угол наклона монитора насколько он поворачивается вот достаточно далеко ну а в бок не поворачивается только вместе с подставкой итак я подключила монитор в дисплей порт и сразу видно отличное цветопередача у меня монитор стоит на фоне моего телевизора видна разница в оттенках хотя тут телефон добавляет свое ну и конечно все равно на мониторе он тоже правильно не передает вот красный цвет уводит хотя там цвет желтый к примеру тех же букв или дизайна кафе вот а так цветопередача классная у монитора но учитывайте что я снимаю через телефон и до конца все равно не смогу правильно показать итак посмотрим впереди на дизайн такая с полосками пластмасса надпись эйсер безрамочный дизайн тут еще меня отсвечивают лампы ну здесь синий огонек безрамочный дизайн но все равно вы видите тут по бокам полосы все равно их есть на самом экране это нету пластмассовые рамки зато есть рамка в самом экране итак цветопередача отличная кстати сначала когда вы его включаете он такой достаточно плеклый но потом когда я зашла в меню монитора там вылезло окно на английском типа вы хотите увеличить энергию increase energy в таком духе точно я не могу перевести я ее нажала и монитор стал ярче итак сейчас по-быстрому пробежимся по техническому описанию диагональ 27 дюймов вес 5,6 кг тип матрицы IPS лет подсветка разрешение 2560 на 1440 16 к 9 поверхность экрана матовая яркость 350 кд на квадратный метр динамическая контрастность 100 миллионов к одному время отклика 1 миллисекунда углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов максимальное количество цветов 16,7 миллиарда частота обновления кадров 144 герц переменная частота обновления AMD FreeSync встроенные динамики 2 по 2 ватта и так вот вы можете видеть дополнительные параметры дисплея в виндоусе разрядность 8 бит цифровой формат rgb но сейчас посмотрим как играют встроенные колонки макия ворога и ворога 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 Ну вот такой звучок. Не бога весть, но довольно-таки громкий, надо сказать. Для просмотра каких-нибудь роликов на ютюб подойдет. Ничего так. Но, конечно, такой, как и может быть, в таких колонках на 2 ватта. Никаких там низких и быть не может. Ну вот, как я говорила в начале, тут сзади вот таких 4 клавиши и джойстик управления меню. Но, конечно, мне нравится, когда вот таких нет сложностей. Просто управление джойстиком, как, к примеру, в мониторах Samsung, все легко и просто. А вот с этими клавишами, как всегда, начинаются проблемы. Самые верхние – это выключение монитора. А вот эти 3 и джойстик – это управление меню. Итак, смотрим. Я включила самую верхнюю клавишу. Что здесь? Режим показывает HDR. Яркость – 100. Дисплейпорт. Сигнал и меню. Следующая клавиша. Тут можно менять яркость. Так, ладно, сейчас сначала. Сначала нажала на джойстик. Надо установить, чтобы не вырубалось меню. Сейчас еще. Так, на русский. Переделаем на русский. И время отображения меню. Так, выбрала на самое большое время отображения меню, чтобы оно не вырубалось каждый раз. Чем тут удобно в этом меню, что яркий красный цвет на фоне, когда вы перемещаетесь по меню. Вот так. Если нажимаете на джойстик, серым стало, значит, можно перемещаться дальше. Нажимайте, чтобы тут переключать режим, и оно ярко-красное. То есть, все понятно. Вот так раз, это уже можно перемещаться. А здесь включить, выключить прозрачность меню. Так, ладно. В принципе, понятно. И ладно, сейчас посмотрим. Сейчас у нас стоит режим HDR. HDR, изображение. Что тут в изображении? Яркость, контрастность, усиление черного, синий цвет, ACM, HDR, высокая резкость включена. Так, ну, все вот эти, которые серые функции, сейчас не работают, они будут работать при другом режиме. Сейчас режим у нас HDR. Так, хорошо. Ладно, теперь цвет. Что тут в цвете? Режимы. Вот сейчас у нас стоит HDR. Посмотрим графика. Эка он такой мутноватый. Стандарт. Экшн. Гонки. Спорт. Совсем такой мутный и пользовательский. Поставлю-ка обратно на HDR. Не люблю я такие кнопки сзади. Хоть кто-то там рассказывает, что это так здорово. Ничего здорового в этом нет. Это все время сплошной геморрой. Так, ну-ка. Выход. Это последняя клавиша над джойстиком. Это выйти из меню. А здесь... Так, сейчас еще раз. Вот. Короче, тут, чтобы в меню попасть, надо один раз на джойстик нажать и второй. Ладно. В принципе, разобралась. Теперь посмотрим. Значит, режимы мы посмотрели. Режим SRGP. Режим градации серого. Шесть цветов. Насыщенные. Шесть цветов. Дальше. Звук. Громкость. О, громкость еще 70. Значит, он еще может громче играть. А давайте-ка мы посмотрим, как он еще громче играет. Я-то думала, и так громко. А он, оказывается, еще громче может. Так, сейчас давайте-ка еще раз музон заведем. Посмотрим. Будет он еще громче играть. Ну, особенной разницы громкости я не уверена. Увидела, увидела только что больше стало искажений звука. Как-то по ушам стало немного резать. Вот. Так что на 70 было хорошо и так. Ладно. Дальше идем. Смотрим. Время отклика. Обычный. Предельный. Выключить. Выключить. Предельный. Пусть будет предельный. Фресинг. Включить. Выключить. Включить. Выключить. Технология VRB Visual Response Boost для увеличения четкости и плавности картинки. Сейчас тоже при режиме HDR она не работает. Дальше сверхнизкая задержка и целевая точка. Включить и выключить. Ну и дальше здесь настройки меню, в которых мы с вами были. Прозрачность. Значение частоты обновления. Включить и выключить. Блокировка меню. Система. Вход. Дисплейпорт или HDMI выбирайте. Автоисточник. Широкоэкранный режим. PIP. PBP. Которые сейчас при этом режиме не работают. Горячие клавиши. Режимы. Горячие клавиши 1, 2. GDC, CI. Уровень черного. Обычный, низкий. Обычный, низкий. Так. Режим. Быстрые записи, что ли. Наверное, не знаю, так. Ну вот, вроде и все изменю. Так что, настроек достаточно. Сможете настроить себе цвет, какой захотите. Вот еще тут есть отдельное меню справа, чтобы туда попасть. Верхнюю клавишу нажать. И вот тут информация вся о мониторе. И тут же находится сброс всех настроек. Вот, собственно, все сменю. Теперь посмотрим разные цвета на разных картинках. И поиграю в какую-нибудь игру. Да, и еще угол обзора. Ну, конечно, самый лучший угол обзора – это перед экраном. Вот, когда вы влево-вправо, сверху, то картинка, конечно, теряет. Теряет, да. Влёкнет. Вот. А спереди – самое лучшее изображение. Продолжение следует... 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 и вы можете выбрать любой товар который вам нужен а теперь поиграем в игру и так немного поиграем в игру borderlands 3 красивейшую игру сразу хочу сказать что монитор понравился цвета красивые классная четкость все замечательно но вот сейчас немного пробежимся по игре как вы видите 144 герца это классно у меня монитор samsung 144 герца и это отродилось на игре стало все круто играть восхитительно у меня джерс 5 игра которая на мониторе 60 герц в некоторых местах клинила на 144 герц перестала клинить так что я на собственном опыте убедилась что такое 144 герц монитора многие говорят что это все ерунда что это не нужно на самом деле еще как нужно потому что плюс к видеокарте это станет на меня открытием монитор тоже еще лучше улучшает работу видеокарты все начинает работать классно и я выставляю на своей карте geforce 2070 супер самые навороченные настройки и с этим монитором 144 герц все играет круто а вот 60 герц иногда там к примеру при проигрывание видео заставок были подкоренивания так что мне 144 герц очень даже нравится и я советую их покупать и не какой-то не маркетинговый ход это очень классно вот вот и Поехали. Да, к сожалению, патронов у меня нет, и чем я буду играться? Красивейшая игра, не правда ли? Так, короче, я не буду искать тут патроны и все такое, просто покажу, как все классно работает, как красиво монитор показывает. И 144, 144 Гц на самом деле это очень круто, а вот и патроны, и это классно отражается на работе вашего компьютера. Так что очень рекомендую 144 Гц. Так что монитор понравился, красивые цвета, четкий, все хорошо работает. Значит, единственный угол обзора, конечно, когда вы смотрите с разных сторон, конечно, блекнет, но когда перед экраном, а в основном все проводят время перед экраном, все замечательно. Ну и я не любитель таких кнопок управления меню, но в принципе, когда уже поняла, приспособилась, все хорошо. На сегодня все. Всем пока. Смотрите мои обзоры и хороших вам покупок. Продолжение следует...